В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы после российского ракетного удара. Армия Российской Федерации нанесла его сегодня утром по центру города, попав в одно из административных зданий полиции. Подробнее сейчас все детали мы сможем услышать от нашего корреспондента Натальи Гусак. Она как раз работает сейчас в Кривом Роге. Мы имеем такую возможность сообщаться с Натальей. Наталья, тебе слово. Более детально хотелось бы всю информацию на этот момент. Сколько пострадавших? Какова сейчас ситуация? Тебе слово готовы услышать? Коллеги, приветствую. У жителей Кривого Рога сегодня очередной недобрый день. Россияне нанесли ракетный удар около 9 часов утра. Он пришелся, вы можете видеть, на эту часть города. Это достаточно оживленный район, один из центральных проспектов. Сейчас он перекрыт с самого утра, здесь транспорта нет. Но, возможно, вы можете слышать тот шум электроинструментов, который нас сейчас окружает. Люди репедируют последствия этого прилета, убирают балконные рамы, убирают стекла, которые повылетали в результате этого ракетного удара. Здесь повреждено очень много жилых домов, очень много квартир. Не могу сказать разрушены, но они очень сильно повреждены изнутри, поскольку, как я уже сказала, очень плотная застройка. Очень много и административных зданий, и жилых зданий, и учебных заведений находятся именно в этом районе. И вот взрывная волна, она достаточно сильно повредила очень многие здания. Мы сегодня пообщались с сотрудниками одного из лучших учебных заведений. Они нам показали, во что превратилось кабинеты и учебные аудитории. К счастью, там сейчас не было студентов, и в урок учатся в дистанционном режиме. А вот некоторые сотрудники должны были быть в момент прилета ракеты, должны были быть на работе. Их поскольку лишь то, что они сегодня опоздали на работу. Это наши рабочие места. Здесь мы работаем со студентами. Сейчас приемная комиссия переносит документы. Если бы мы работали, то были бы жертвы. Слава Богу, это было до 9, около 9 часов. Мы на подъезде были, не на рабочем месте. Спасибо Богу, мы все живые. Но все абсолютно повреждено. Ничего уцелевшего нет. К счастью, огромного числа жертв, пострадавших, здесь удалось избежать. К сожалению, погиб один человек. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, это сотрудник полиции и охраны. Несколько его коллег пострадали. Очень много пострадавших среди просто гражданских жителей Кривого Рога. Люди получили травму в своих квартирах. Их потекло окнами, ошколками из окон. И вот это, собственно, стало причиной того, что они получили травмы. В больницы обратились более 50 человек. Как медики рассказали, вот в одной из больниц 30 человек. В принципе, всем им понадобилась медицинская помощь. И прооперировали. Человек находится у них в тяжелом состоянии. Только одного, ну, что ему оказали помощь, отпустили. С остальным сейчас работают медики. Я же вернусь к повреждениям здесь. Мы пообщались со многими людьми. И вот, знаете, дух людей, которые они демонстрируют, он не может не восхищать. Потому что очень многие тут же собрались, тут же приехали. Кому-то приехали родственники, кому-то приехали знакомые, кому-то приехали просто незнакомые люди. И все работают на то, чтобы ликвидировать последствия этого ракетного удара. Вот мы поговорили с сотрудником почкового оператора. Он говорит, что у них тоже их отделение почты было повреждено. Но очень быстро, не в ущерб клиентам. Они все ликвидировали. И уже в ближайшее время планируют снова возобновить работу. Мне сказали, что здесь повреждено отделение. Я приехал сюда на место и увидел, что да, повреждено имущество. Навели порядок, разобрались с посылками, перевезли на другое отделение, чтобы получали отрывы очень. Наводим порядок, делать ремонт и запускать будем опять. Тут уже и ремонтники есть, уже и приехало руководство. Все вопросы сразу оговаривают. Как, что, будем еще за неделю делать. Недалеко от эпицентра ракетного удара, буквально в течение первого получаса развернули штаб. Здесь помощь людям оказывали. И психологическую, к слову, сюда обратились. За помощью психологам около 300 человек. И выдавали стройматериалы для того, чтобы люди самостоятельно могли хоть как-то укрыть окна, забить их фанерой, закрыть их пленкой, для того, чтобы не дуло. Ночи уже прохладные, чтобы можно было ночевать в своих квартирах. Ну, а, собственно, коммунальные службы достаточно быстро в Кривом Роге приехали на место и начали ликвидацию ракетной атаки. В последствии ракетной атаки. Наталья. Дана вся необходимая медичная допомога. Оказана вся необходимая медицинская помощь. На месте события работают коммунальные службы города Кривый Рог. Техники, сил и средств достаточно. Коммунальные службы наводят порядок на улицах. Также 70 человек получили помощь психологов, потому что это шок. Центр города, частные дома, спальный район города. Никакого отношения к складским помещениям, военным. Нет абсолютно даже ангаров для больших машин. Просто террористический акт.